Ливия фоторасследование Совершенно бронебойный материал, наглядно показывающий, откуда у ливийской революции растут уши. Для помнящих нашу недавнюю и давнюю историю, сюрпризов не будет. У повстанцев иностранное оружие, которого нет на вооружении регулярной армии. Инструкторы, деньги, кровь. Всё, как у нас в 1905 году. И как в 90-е на Кавказе. Когда из воюющей Ливии пошли первые фотографии, причём сделанные западными журналистами со стороны так называемых повстанцев, не смотря на всю их постановочность, они дали богатую пищу для анализа. И вот что меня зацепило практически с первых кадров. Оружие и снаряжение этих повстанцев У кочевых племён в Ливии просто не могло быть такого оружия и такого снаряжения, если не предполагать вброс этого всего извне накануне событий. Судите сами. Вот первое фото, за которое зацепился мой глаз. Видите? В руках у мирного демонстранта винтовка FN Fall, причём новенькая, только что из коробки. И у этого ещё одна новенькая FN Fall. И у этого тоже. А тут массовая сцена. И у парня в белом платке тоже FN Fall. Откуда такое оружие в таком прекрасном состоянии у этих людей? Ведь на вооружении ливийской армии, насколько мне известно, такие винтовки никогда не состояли. Ливийские солдаты бегают с ободранными калашниковыми древних годов выпуска. Вроде вот такого. То есть с армейских складов повстанцы взять FN Fall не могли. И в магазине купить армейскую штурмовую винтовку под патрон НАТО не могли тоже. Тогда откуда они взялись? Ещё более отдельный вопрос. Откуда к ним патроны НАТО в изобильном количестве? Или посмотрим на пулемёты. Ну, побитые жизнью ДШК в кузовах пикапов. Это нормально. Это довольно обычное дело для нынешних военизированных кочевников. Но откуда вот это? И вот это. Как вы можете заметить, это американские пулемёты под патроны НАТО. Причём, опять же, новенькие. Только что из коробок. Откуда такие пулемёты могли быть у Каддафи, если Ливия сидела по уши в эмбарго? Да и зачем они ему? Патроны дорогие. Их поставки проблематичны. Гораздо ведь проще купить китайские пулемёты под дешёвый и доступный советский патрон. Казалось бы, вот, пожалуйста, китайские крупнокалиберные пулемёты. Но интересны на этой фотке не пулемёты сами по себе, а то, что они, опять же, новенькие, только что с завода. И инструкторы в новенькой, только что выданной снаряге обучают обращению с ними ливийское мясо. Понимаете, что это значит? Эти пулемёты только что поступили к ливийским повстанцам. И вместе с ними поступили и инструкторы, спешно напялившие новенький ливийский камуфляж. И вот теперь они учат папуасов, как из выданного им оружия стрелять. Но, как говорится, не пулемётами одними топится огонь революции. Надо и что-то покруче. И вот оно покруче. Это ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс. Каждая такая штука стоит на чёрном рынке очень больших денег. И требует грамотного обращения. Поэтому и тут мы видим инструктора. Товарищ крайне мало похожий на ливийца. Учит папуасов обращению со столь высокотехнологичным прибором. А этот вот клоун бегает в натовской кевларовой каске с американским армейским пистолетом. Их он тоже взял у Каддафи со склада. Но больше всего мне нравится вот эта фотка. Вы понимаете, что именно на ней изображено? Двум дурачкам выдались с джипа упаковку с двумя 106-мм снарядами к безоткатной пушке М-40. И местный Хаттаб показывает им, куда этот ящик надо тащить. Так вот, упаковка американская и совершенно новенькая. Это видно, например, по состоянию цинка на петлях. И если вы скажете, что и ее тоже взяли с армейских складов Каддафи, простите, но я позволю себе усомниться в адекватности восприятия вами реальности. Напомню, Ливия 40 лет сидела в эмбарго, и США и Англия ее бомбили. И даже после снятия эмбарго, чтобы Каддафи мог закупить снаряды в США, это из разряда фантастики. Кстати, вот и сама эта безоткатка. Тоже, как видите, и она сама, и грузовичок Toyota не производят впечатления старья. Да, и в рядах повстанцев мы неожиданно видим тех самых африканских наемников, что якобы стреляли в людей по приказу Каддафи. Итак, что же вырисовывается? Новенькое оружие стандартов НАТО, инструкторы, американские боеприпасы, новенькая форма и снаряжение и подозрительно большое количество физиономий отнюдь неливийской национальности. Знаете, на что это похоже? Ну, конечно же, это организованный извне переворот. Купили людей, дали оружие, инструкторов и иностранных наемников для присмотра, подогнали наркоту для настроения и вперед отрабатывайте зарплату. Какие к хренам мирные манифестанты? Что вы? Если вам хочется увидеть, как выглядит настоящий человек из пустыни, то вот, глядите, ну как, эти вот манифестанты сильно на него похожи? То-то и оно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...